МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите новости недели на телеканале Беларусь 4 Гомели. Из всех событий, уходящих 7 дней, мы выделяем главное, не упуская ключевых деталей. Здравствуйте. В годовщину чернобыльской трагедии президент Беларуси по традиции посещает пострадавшие от аварии районы. Эти дни глава государства с рабочим визитом проводит в Гомельской области. Для сохранения исторической памяти и с заботой о малой родине в регионе прошел республиканский субботник. Спасибо медикам. Тысячи людей стремятся выразить врачам искренние слова благодарности, поддержку и помощь в это трудное время. Все подробности этих и других событий жизни региона в ближайшие 26 минут. Такая суббота бывает раз в году, когда общими усилиями стараются сделать двор, поселок или город чище. Это миссия республиканского субботника. Президент Беларуси 25 апреля работал на посадке деревьев в агрогородке Лясковиче в Петриковском районе. Уже по традиции Александр Лукашенко в конце апреля посещает пострадавшие от аварий на Чернобыльской АЭС районы. Тому, как привести эти земли в порядок, возродить их, всегда уделяется особое внимание. Учитывая, что в этот раз поездка главы государства совпала с проведением субботника, Александр Лукашенко решил принять участие в работе на территории Национального парка Припятский. Здесь на площади в полтора гектара высадили 8 тысяч саженцев сосны. В главе государства помогали все те, кто ежедневно работает с ним рядом, а также местные жители и лесничие. Подключились даже четвероногие помощники. Отметим, что Припятский – один из четырех национальных парков. Под особой охраной почти 190 тысяч гектаров, третий из которых – абсолютный резерват дикой природы. После работы президент пообщался с журналистами. Один из вопросов касался послания народу и парламенту. Александр Григорьевич, ну уже апрель подходит к концу, а это традиционно месяц, когда президент обращается с посланием к народу и парламенту. Какие у вас планы на сей счет? Потому что послание – это такая генеральная линия, это стратегия для всей страны. А как провести эту генлинию, когда тут все меняется каждый день? Знаете, здесь нет никакой конспирологии. Это послание было запланировано на середину апреля. Конкретной даты не было. Поэтому если там кто-то пишет, что 16-18, это неправда. Конкретной даты не было. И не должно было быть. Как только готово было бы послание, и оно соответствовало духу, как ты правильно сказала, сегодняшнего дня, оно бы прозвучало в середине апреля. Но ситуация с коронапсихозом, инфекциями, ну а потом объявлены эпидемии и пандемии, согласитесь, разительно изменили ситуацию не только в нашей стране, но и во всем мире. Очень много вопросов, на которые сегодня трудно дать ответ. Или ответа нет вообще. В силу сложившейся ситуации, в силу этого психоза, который извернулся, в силу того, что разные политические силы внутри государств пытаются это использовать в каких-то целях политических, что недопустимо. И самое главное, экономическая неопределенность во всем мире. Когда такое было, что нефть ничего не стоила, наоборот, тебе приплачивали за то, что ты покупал. Такого никогда не было, это странно. Эта странность потом выровнялась, но тем не менее была. Вот блок вопросов, на которые мы сегодня не можем ответить. А если будем отвечать, то только с каким-то прогнозом. А нам нужен прогноз точный. Его сегодня дать нельзя. Поэтому надо какое-то время, чтобы можно было проанализировать все процессы, которые происходят в стране и за пределами нашей страны. И тогда уже что-то говорить народу. Александр Лукашенко отметил, что без малой родины, особенно деревень, не может быть ни суверенитета, ни независимости. Также белорусский лидер вспомнил, что впервые побывал в Лясковичах еще в 1995 году. Тогда были только песчаные дороги, район был заброшен, и людям даже не было из чего печь хлеб. Но со временем местность перевели в порядок, как и другие районы, пострадавшие от Чернобыля. Сегодня рабочая поездка главы государства в Гомельскую область продолжилась. Подробности в завтрашних информационных выпусках. В Гомельской области участие в республиканском субботнике приняли около 350 тысяч жителей. По предварительным данным, на его счет будет зачислено более 1 250 000 рублей. Основные направления работы – озеленение и уборка территории, а также подготовка региона к празднованию 75-летия победы в Великой Отечественной войне. Наши корреспонденты наблюдали за ходом работ. Темпы работ по созданию мемориального комплекса на месте сожженной деревни Алла действительно впечатляют. В конце прошлого года началась подготовка территории, а уже в марте – строительство. Открытие планируется накануне Дня Победы. Большую часть работ выполняют сотрудники Гомельского ДСК. Во время субботника им помогали представители Гомельского облсполкома и Светлогорского райсполкома. Возведение мемориала близится к завершению, и уже можно понять, как он будет выглядеть в окончательном варианте. Реконструкция коснулась и скульптуры солдата на братской могиле. Ранее здесь была установлена фигура коленопреклоненного красноармейца. В новом варианте он будет стоять в полный рост. Советский народ понес в этой войне огромные потери, но все-таки он победитель. Когда мы смотрели первый эскизный проект, конечно, мы разные варианты в душе видели, но когда сегодня с каждым днем посещают объект определенное время, я вижу, что он как на глазах начинает вырастать, обновляться и реализовываться в действии. Конечно, это будет сильное место для всех наших амельчан. Украсят комплексы несколько яблонь, посаженных участниками субботника. Особенность этих деревьев в том, что их листья красного цвета, а название сорта – «Ала». Такое внимание к мемориалу не случайно. Половину заработанных на субботнике средств Министерства финансов Беларуси в равных долях направят Национальному художественному музею и Гомельскому облсполкому для завершения строительства вале. Наводится порядок и на воинских захоронениях, учитывая, что скоро знаменательная дата и у нашей страны. По предварительным данным в субботнике принимают участие около 350 тысяч жителей Гомельской области. В фонд субботника ожидаем перечисления 1 250 000. Это сопоставимо с данными прошлого субботника. Работы по благоустройству также велись во всех районах областного центра. В них принимали участие коллективы предприятий и организации города, а также представители органов власти. Всего около 120 тысяч гомельчан. Так, председатель горосполкома Петр Кириченко и представители структурных подразделений отправились на каскад озер Волотове. Вместе с сотрудниками предприятия «Красная гвоздика» они посадили 20 молодых либ. Последние годы озеленение города в числе приоритетов. Последние годы, действительно, особенно надо отметить прошлый год, текущий год, количество деревьев, кустарников, которые высажены в нашем городе, они просто в разы больше, чем предыдущие годы. Это, конечно, радует. Причем активно здесь участие принимают трудовые коллективы наших предприятий. В первую очередь это делается за счет их средств и их руками. Это, конечно, дорогого стоит. Я хотел бы всем сказать им большое спасибо за то, что они не просто на словах, а на деле, вот так бережно относятся к нашему городу. Сотрудники областного управления Следственного комитета трудились на аллее следователей на Реческом проспекте, созданной в 2017 году. Здесь ведомство проводит различные мероприятия, в том числе принятие присяги. Поэтому каждый год следователи приводят ее в порядок и дополняют новыми деревьями, в этот раз черешнями и ясенями. А Белорусский Республиканский Союз Молодежи в этот день запустил благотворительный проект «Беларусь помнит. Никто не забыт, ничто не забыто». Активисты обустраивали места, история которых связана с 75-летием Победы. По всей области молодежь приводила в порядок памятники и обелиски. В Гомеле сотрудники обкома БРСМ трудились в парке фестивальном возле Кургана Славы. Основная цель патриотического проекта – привлечь внимание молодежи к сохранению исторической памяти. Акция «Беларусь помнит. Никто не забыт, ничто не забыто» продлится до 4 мая. Анна Корольчук, Евгений Макенко, Валерий Гопанько. Новости недели. Для Гомельской области катастрофа на ЧАЭС, произошедшая 34 года назад, стала причиной отселения более чем 130 тысяч человек. Прекратили существование почти 400 деревень. Сейчас в Беларуси реализуется шестая государственная программа по ликвидации последствий аварии. Предусмотренные в ней средства направляются на проведение защитных мероприятий, социальные выплаты, строительство новых и модернизацию действующих производств. Наши корреспонденты продолжат тему. 26 апреля 1986 года произошла авария, которая привела к выбросу больших объемов радиоактивных веществ. По состоянию на 10 мая на всей территории 30-километровой зоны мощность дозы гамма-излучения превышала 5000 микролентген в час. Самый большой уровень загрязнения тогда отмечался в деревне Масаны Хойникского района – 100 тысяч. В деревнях Борщевка и Уласы – 50. Как следствие, массовое отселение и захоронение теперь уже бывших населенных пунктов. Впрочем, это уже история. Хойники, Браген, Чечерск, Наровля. Некогда сильно пострадавшие города сегодня не просто живут, а динамично развиваются, в том числе благодаря государственной программе по ликвидации последствий аварии на ЧАЭС. Один из крупных, наверное, это птицефабрика в Хальче, которая полностью построена за чернобыские средства. Это достаточно крупное производство, много рабочих мест, и в том числе это экономика района. Если брать вообще в целом, то одни из самых таких, кроме сельского хозяйства, у нас очень интересные есть проекты, которые были реализованы в Хойниках. Это, например, завод жезобетонных изделий, который поставляет плиты КПД для строительства жилых домов. У нас мы делали модернизацию производства в Наровле. Это Красный Мазырянин. Мы делали линию по производству пастилы и по другой продукции. У нас было модернизировано производство мелковида в Хойниках. Это полесские сыры. Самые пострадавшие территории Брагинского, Нараблянского и Хойнихского районов сегодня входят в состав Полесского государственного радиационно-экологического заповедника. Его организовали в июле 1988 года с целью предотвращения выноса радионуклидов за пределы этой территории, изучение состояния природных растительных комплексов, животного мира, введение радиационно-экологического мониторинга, проведение радиобиологических исследований. В области радиоэкологии животных, радиоэкологии леса, а также с организацией новой лаборатории уже в направлении дозиметрии. Представляет интерес заповедник и для биологов. Вмешательства человека тут минимально, и это создает условия для восстановления растительного и животного мира. Сегодня в заповеднике зарегистрирован 1251 вид растений. Это больше, чем две трети флоры страны. 18 видов занесены в Международную красную книгу и Красную книгу Республики Беларусь. Более 40 видов животных относятся к редким и исчезающим. В Ческе вся Красная книга Республики Беларусь вернулась сюда, на свои места. Появился лебедь, кликун, который в Беларуси зарегистрирован на очень мало гнезд. Но у нас, я знаю, их около десятка на территории уже. На территории Полесского радиационно-экологического заповедника никогда не будет населенных деревень. Периоды полураспада некоторых элементов составляют тысячи лет. Однако это не значит, что здесь будут находиться только работники заповедника. Государственное природоохранное научно-исследовательское учреждение оказывает услуги по проведению экологических, научно-познавательных и учебных экскурсий на территории белорусского сектора зоны отчуждения Чернобыльской АЭС. Даже отселенные территории могут приносить прибыль проведением востребованных на мировом рынке исследований и оказанием туристических услуг. И хотя в связи со сложной эпидситуацией, пока туристов здесь не ожидают, в целом на стратегию развития заповедника это не повлияет. У нас нет самой атомной станции, у нас нет города Припять, который востребован и хотят видеть туристы в Украине. Но у нас есть своя изюминка. У нас также есть населенные пункты, есть, как мы говорим, заброшенный город. Это солнечный, который хотят посетить. А также есть уникальная природа. У нас зимой можно приехать и посмотреть зубров, зубропитомники, когда идет подкормка. И также в самом заповеднике можно встретить различных животных. Поэтому мы рассчитываем, что данное направление будет развиваться. Сегодня специалисты отмечают ярко выраженное снижение факторов социально-психологической напряженности и обеспокоенности населения, проживающего на постчернобыльских территориях проблемами, связанными с радиацией. Это говорит о позитивных результатах реализации комплекса социально-экономических мероприятий по реабилитации местных жителей. Изменился не только сам внешний вид города. Изменилось настроение людей, которые здесь живут. Изменилось настроение людей, которые сюда приезжают. Мы стали уже интересны не только как чернобыльский район, а как район с такой богатой историей. Вот это я могу сказать точно. Олег Сенсюров, Ольга Коновалова, Евгений Макенко. Новости недели. Только вдумайтесь, в среднем в год в Гомельской области происходит более 500 ДТП, в которых регион теряет до 70 человек. Наиболее опасная в этом плане в Гомеле – Центральная Советская. Здесь фиксируют значительную часть всех ДТП с пострадавшими. Как влиять на ситуацию и как меняться самим? Об этом и не только наше воскресное интервью с заместителем начальника управления ГАИ УВД обл. исполкома Сергеем Бондаренко. В среднем в год в Гомельской области происходит более 500 ДТП, в которых регион теряет до 70 человек. Наверняка анализировали причины. Что говорит статистика и аналитика? За каждой статистикой, за каждой цифрой, вот что вы озвучили, 570, за каждой из этих цифр кроется человеческая трагедия. Или человек потерял близкого человека, либо же пострадал сам, но это трагедия. Поэтому, хотя мы сейчас с вами говорим сухо статистика, но это на самом деле большая проблема, очень большая проблема, и как для отдельных граждан, которых это касается, так и в целом для общества. И если говорить по причинам происшествия, то основная причина, это, конечно, наезд на пешеходы. Наезд на пешеходы, в частности, не предоставление преимущества в движении пешеходов. Это характерно больше для, конечно же, для областного центра для города Гомеля и для крупных райцентров. Там, где, соответственно, больше улиц, больше пешеходных переходов, больше самих пешеходов. Но в плане наезд на пешеходы есть и вторая сторона медали, это нарушение правил самими пешеходами. Потому что одно дело, когда пешеход имеет преимущество, им пользуется, пускай даже водитель ему не предоставил это первоочередное право на перечтение права счастья. Пешеход где-то не убедился в своей безопасности. Но вторая сторона медали, там, где пешеход абсолютно безалаберно, абсолютно безответственно относится к себе, к своей жизни. Также не следует забывать про такие причины, как, конечно же, превышение скоростного режима, такие как проезд перекрестков, нарушение правил маневрирования, которые приводят тоже к травмированию и гибели людей, выезд на полсустречное движение, нарушение правил обгона. И, конечно, нельзя здесь не затронуть проблему это управление в нетрезвом виде и управление без прав, точнее, не имея права управления. По нетрезвым водителям за рулем в среднем в год фиксируются в Гомельской области около трех тысяч фактов. И это всего лишь те, которые зафиксированы? Конечно, потому что есть такое высказание, в кавычках, да, не пойман не вор. Поэтому это вот эти вот три тысячи фактов, вы, это мы говорим про тех, которых сотрудники ГАИ пресекли, факты управления. А сколько фактов тех, которые еще проехали, оставшись незамеченными. И хорошо, если эти водители все-таки доехали до своего конечного пункта назначения. Если они не остались где-то по пути. А ведь сколько, видишь, ряд происшествий происходит по вине нетрезвых водителей, как связано с наездом бешёда, столкновения, где страдают не только сами водители. Другие неповинные участники дорожного движения. Яркий пример тому, давайте далеко не будем ходить. Начало этого года, январь месяц, так, когда у нас происходит дорожно-трассное происшествие на улице Ильича, где водитель в нетрезвом состоянии, не выполнил требования сигнала светофора, не выполнил требования ступить дорогу пешеходу на пешеходном переходе, так, совершает наезд на пешехода, пешеход, а получен травм, скончался на месте происшествия. Превышение скоростного режима. Вы уже достаточно много об этом говорили и всё-таки наверняка анализировали. Почему для многих это остаётся нормой? Торопился, превысил, привык, превысил. И снова ведь за этим жизни, но об этом не думается как-то? У нас со временем и темп жизни меняется. И люди начинают стараться меньше тратить времени на дорогу. При этом они не ставят правильные приоритеты. Они пытаются выиграть на своём маршруте движения две минуты, которые потом эти две минуты проведут, сидя в телефоне, в гаджетах каких-то. Яркий пример в тему достаточно опасная советская. Значительная часть дорожно-транспортных происшествий в Гомеля происходит именно здесь. Какие меры уже предприняты? Среди них снижение скоростного режима до 50. Вроде бы незначительно, но насколько эффективно. И как будет меняться инфраструктура советской для того, чтобы она всё-таки была более безопасной? Знаете, яркий пример дорожно-транспортного происшествия, вот если мы с вами говорили по превышению скорости, это как раз таки было на улице Советской, где молодой водитель на БМВ, пренебрегая всеми мерами безопасности с превышением скорости, не справился с управлением, выехал за пределы проезжей, совершил наезд на столб, а также на пешеходов. В результате чего погиб сам, и погиб ещё один неповинный пешеход, а также одному пешеходу достаточно серьёзное телесное повреждение причинено. И улица Советская, как вы озвучили, она является аварийной на территории города Гомеля, самой аварийной. Для того, чтобы снизить эту аварийность, были предприняты меры по снижению, ограничению максимальной скорости движения до 50 км в час. Казалось бы, всего на 10 км в час, но это действительно значительная мера? Но, во-первых, это психологический повод, повод водителю задуматься, почему именно на улице Советской есть снижение скорости на всей, до 50 км в час. Это значит о чём? Это значит о том, что действительно улица аварийная опасна. Это первый психологический момент. Второй момент. Улица Советская, она содержит переченье со светофорным регулированием. Все эти светофоры, они запитаны в одну систему, и на улице Советской работает так называемая зелёная волна. И водитель, который двигается со скоростью 50 км в час, он может без препятствий, без остановок проехать всю улицу Советскую. При этом идёт экономия как материального составляющего, это топливо, так и выбросов, соответственно, транспортного средства, так и сокращение опасности для движения. И в целом, значит, идёт урегулирование и минимизация рисков совершения дорожных трассных происшествий. Это первый этап. В дальнейшем будут также рассматриваться другие варианты модернизации улицы Советской, для того, чтобы максимально привести к безопасному состоянию. Что это будет? Это, конечно, будет тщательно просчитано, просчитано, и только после изучения всесторонних эти изменения будут вноситься. Делается действительно в городе и области для этого немало, но всё-таки как многое зависит от каждого из нас. И водителя, и пешехода. Спасибо за это интервью. Сергей Сергеевич, успехов в делах. И до встречи в эфире. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Белорусские медики – настоящие герои нашего времени. Находясь в тяжелейших условиях, они проявляют лучшие человеческие качества. Их профессионализм и стойкость духа спасают жизни тысяч людей. Высказать им тёплые слова благодарности, поддержать как морально, так и материально, стремятся люди из самых разных сфер деятельности. Следующий репортаж о том, как страну объединила благородная цель. Искренне и от всей души сказать медикам спасибо. Вы дарите здоровье пациентам. Ведь нет таких, кто бы вовсе не болел. Лекарствами или с острым инструментом. Вы боретесь за жизнь на всей земле. Это трогательное видеообращение записали воспитанники Светлогорского центра творчества детей и молодёжи Ювента. Учебное заведение поддерживает любые общественные инициативы, направленные на помощь работникам здравоохранения. Работая с ребятами, я увидел их рвение, их желание чем-нибудь и как-нибудь помочь. Поэтому с уверенностью могу сказать, что подрастающему поколению небезразлично будущее. Будущее нашей страны. Учреждения образования региона не упускают возможность искренне сказать спасибо всем, кто и днём, и ночью рискует жизнью ради нас. В своих обращениях взрослые подростки отмечают, что нет на свете профессии благороднее, чем медицинский работник. Надеюсь, вы видите нашу поддержку. Мы вам очень гордимся. Они на передовой борьбе с коронавирусом. Мы верим в их профессионализм. Однако важно поддержать медиков не только словом, но и делом. Коллектив гимназии номер 10 передал Гомельской туббольнице 25 опрыскивателей для дезинфекции. А студенческий правком Гомельского государственного университета имени Франциска Скорины запустил флешмоб «Улыбнись глазами». Его цель – обратить внимание на важность ношения защитных масок в это нелёгкое время. Под эгидой Гомельского областного профсоюза работников образования и науки все учебные заведения области включились в масштабную работу по профилактике коронавируса. Благодаря материальному вкладу организации в общее дело, педагоги и их подопечные были обеспечены индивидуальными средствами защиты. В области областной нашей организации образования и науки создан фонд помощи. Только за 20 дней апреля из этого фонда помощи более 52 тысяч рублей уже было направлено на приобретение средств индивидуальной защиты, детсредств. Кроме этого, мы продолжаем оказывать материальную помощь людям. Также за апрель эта помощь была оказана 750 работникам. Никто не остался в стороне. Все понимают, насколько важно подставить работникам медицины крепкое дружеское плечо в эти тяжёлые дни. Флэшмоб «Спасибо медикам» поддержали и нефтяники. Сотрудники подразделений «Беларусь нефти» сделали для учреждений здравоохранения креативное фотопослание. Кроме того, нефтяники помогают топливам скорой помощи. Поддержка сотрудников медицины не сбавляет обороты ни на миг. Федерация профсоюза в Беларуси подарила больницам области 2000 защитных костюмов. Спецодежду получили 8 больниц. 4 районные и 4 в областном центре. Одной из них стала Гомельская топбольница. Ей достались 250 костюмов. Огромное спасибо за помощь, хочу сказать, Федерации профсоюза в Республике Беларусь за то, что предоставили нам костюмы для укомплектования и для работы наших сотрудников, которые работают на сегодняшний день с коронавирусной инфекцией. Но в целом, что могу сказать, что ситуация в нашем учреждении стабильная, управляемая, ну и по стране в целом, учитывая ту динамику, которая есть на сегодняшний день. Все в едином порыве чествуют главных героев сегодняшнего дня. Тех, кто жертвует своим здоровьем, бессонными ночами оберегает больных, стойко переносит все трудности нынешней ситуации. Наша поддержка вдохновит медиков продолжать свое дело с удвоенной силой. Им действительно необходимы наши добрые слова, чтобы в тяжелые моменты трудовых будней они помнили, как высоко мы их ценим. Николай Скинтиян, Валерий Гопанько, телерадиокомпания «Гомель», новости недели. В связи с пандемией активизировались мошенники. В Гомельской области аферисты предлагают проверить на коронавирус воду. Для нас это повод узнать, как на самом деле проходят такие проверки. Однако это только одна сторона медали. В Гомельской области насчитывается более 6 тысяч колодцев и крениц. Многие до сих пор убеждены, вода в них кристально чистая и даже полезная для здоровья. Но статистика предупреждает, около трети колодцев содержат опасную воду. А это как минимум повод задуматься, а для нас и проверить. Подробнее у Вероники Гамзюковой. Во многих деревнях сегодня пользуются вот такими колодцами, где нужно спускать ведро и набирать воду. Однако многие говорят, что эти колодцы небезопасны. И сегодня мы это проверим и узнаем, безопасно ли пить воду вот из таких источников. Для нашего эксперимента мы выбрали деревню Уза под Гомелем. Здесь три колодца и все они действующие дополнительные источники воды. Причем не только для местных жителей, но и приезжих поклонников воды из колодца. Наталья, расскажите, как вообще проводится сбор воды правильно и покажите. Ну, отбор проб воды производится. Вот, берем пробы, бутылки. Бак-анализ и хим-анализ, химический анализ. Это химический анализ. Накрываем. Это бактериологический. Аккуратненько, не дотрагиваемся, чтобы ведро не дотрагивалось до горлышка. Пробочку аккуратненько переворачиваем. И закрываем. Ну вот, теперь мы с Натальей отправляемся исследовать наши пробы воды. Здравствуйте, мы вот эту пробы воды привезли со всеми документами. Давайте документы сюда, а пробку, пожалуйста, вставляйте на этот стол. Ну вот, с нашей пробой, которой дали 308 номер, мы сейчас отправимся в другой кабинет, где и проверим, собственно, водичку. Исследование начинается с того, что наши пробы из колодца проверяют на наличие запаха и прозрачности. А затем в пробы добавляют щелочь. После добавления щелочи наша вода стала желтой. Это значит, что в ней содержатся нитраты. К слову, вы можете проверить безопасность воды в своей квартире. Для санитарно-химического анализа понадобится только литровая бутылка из-под питьевой воды. Нужно спустить воду 2-3 минуты, а затем отобрать пробу и привезти на исследование в лабораторию Гомельского областного центра гигиены и эпидемиологии и общественного здоровья. После того, как город Гомель перешел на подземные водоисточники, воду можно пить без опаски. Крымницы – это источники, из которых вода поступает из земли на поверхность. Их в области насчитывается порядка 74, и 30% этих источников не соответствуют санитарным нормам и правилам по содержанию нитратов. Поэтому госанадзор не рекомендует пить воду из таких источников, либо предварительно провести исследование. Более 6000 данных источников, и где-то 34% колодцев не соответствуют показателям по содержанию нитратов. Кстати, пробу из колодцев в деревне Узамы также отдали на бактериологический анализ. Результаты узнаем через 4 дня. Что же касается химического анализа, то вода из этого источника соответствует санитарно-химическим нормативам, в том числе по содержанию нитратов. Другими словами, она безопасна. Но так ли везде? Это повод задуматься. Вероника Гомзюкова, Павел Антонов. Новости недели. И на этом у меня все. Спасибо за внимание и до встречи в эфире.